МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация на рынку працы Гомельской области селета лепшая, чем у минулым годе. На 5600 беспрацовных приходится 6935 вакансий. Открытый турнир по спортивных бальных танцах отбылся у Гомеля. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Открытие филиала Российского центра науки и культуры, представление выставы, присвячение России и презентация коллекции с Державного Эрмитажа. Олег Синцеров наведал в шырах наибольшь цикавых мероприемств, присвяченных белорусско-российскому супрацовництву. Город Гомель, улица 50 год, БССР, 7. Ненавито по таким адресам теперь будет находиться третий на территории Беларуси филиал Российского центра науки и культуры. Первый был открыт в 2010-м в Минске, другие два года тому в Бресте. При наявности огольных задач, координация сопрацовництва городов по Братиму, подтримка своей чинников, ознавление с выдаденной у России мастерской и навыковой литературой, деятельность гомельского филиала будет иметь и свои особливости. И они связаны, пеш за все, наявностью тут никаких высшейших научных установок и плацово-парковых ансамбля. Уже зараз за ними досягнута домовленность о реализации суместных проектов. У нас 17-й год, же год столетия февральской октябрьской революции. Я думаю, мы эти вопросы каким-то образом будем отражать. Значную увагу деятельности гомельского филиала Российского центра науки и культуры меркуется надавать развитию молодежного сопрацовництва. Причем неким одним накерунком тут не обмежевываются. В огоченных планах организация детних лагеров для одоранных детей за безюх Украин, до помогу поступлению молодых белорусов у Российской ВНУ – суместная творчая акция. Просто более глубокого знакомства с Россией для молодого поколения. У нас большое количество белорусских ребятишек отдыхает экскурсионным образом в России. В Белоруссии российские школьники. Это все вот эти центры организовывают и сообщество соотечественников. Я думаю, и гомель найдет свое место. Первое мероприемство, которое проводится у гомельского филиала Российского центра науки и культуры, презентация выставы работ члена Союза письменников и Союза дизайнеров России, лаурата международных премий Миколая Дулько. Пресвячение России. Это не столько об сучасности, сколько об истории. Только этой выставой справа не обмежевывается. При станах милосердности ящеден белорусско-российский проект, который зараз реализуется у гомель. У музея Плацова-паркового ансамбля открывается экспозиция ритуальных предметов тибетского буддизма с коллекцией державных армитажа. Эта установа, до речи, на початку 2000-х, примала самый непосредный удел у створения у гомеля музейной экспозиции и реставрации местовых экспонатов. Вот это, напевно, самый головный символ буддизма. Большое милосердность я вала Китешвара. У его, до речи, тысяча, и 11 голов. Сегодня у армитажа находится депшая у свете коллекция буддизских старожитностей. Правда, у гомель привезли только ее частку. Некоторые экспонаты каштуют так дорого, что их страховка увеличается астрономичными для наших музеев сумами. Лея того, что находится на выставе, хапая, ка подкрыть для себе новый свет. И это еще одна задача белорусско-российского запросовництва зарабить жахару обе двух краин борщ богатыми не только материально, а лею духовным. Это своего рода шедевры. И, наверное, всем интересно даже посмотреть, какие шедевры были. Это еще одна из сторон человеческой жизни, человеческого бытия. Все-таки это мировая религия, с которой, может быть, не очень знакомы жители гомеля, но мы надеемся, что они познакомятся и что им это тоже понравится. Олег Сентяров, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Ведущих специалистов у Галине психологии и педагогики из шести краин света собрала Международная навуковая конференция. И на просвеченная 120 годзю дня народжения советского психолога засновальника культурно-гисторичной школы у психологии Льва Выгоцкого. Гостей принимает ГДУ имя Франциска Скарыны. Детали сустречи ведая Ганна Ковалева. Имя выдатного ученого Непарылна связано с Гомелем. Тут пройшло их у дятинства становление як навуковца-психолога. Упирает працевыкладчикам гомельским педагогичным техникам и он организовал першую в Беларуси экспериментальную психологичную лабораторию. Сустреча доследчиков спадши Новогодского у Гомеля, по сути, завершает цикл международных форумов, которые проходили в 15 краинах света в опошние месяцы. Беларусь, Россия, Украина, Израиль, Латвия и Бразилия. Науковыми установами згитых краин представлена география конференции. Для Гомельского университета это честь. Но я должен сказать, что конференция, которая будет проходить сегодня, является в Гомеле традиционной. Например, в 1996 году в университете проходила часть крупного международного конгресса психологов, который проходил в несколько этапов. Первый этап был в Москве, второй в Минске и, наконец, в Гомеле. И с тех пор подобный форум психологов стал в университете традиционным. В этом году со встречи проходит в шестый раз. В зале докторы навук, профессоры и академики. Особливый гость конференции – доктор психологичных навук, профессор, унушка Льва Выгодского, Алена Крауцова. Вообще очень приятно, что они забывают Выгодского, в том числе и в Гомеле. А с другой стороны, получилось так, что Лев Семенов считал Гомель своей родиной, несмотря на то, что родился в Борше, передал свою любовь моей маме, своей старшей дочери. Она уже, в свою очередь, передала мне. И первый раз я сюда приезжала с мамой. И сейчас я уже стала привозить своих детей тоже, чтобы, соответственно, вот тогда, когда они смогут приезжать, они знали, что есть такой замечательный город Гомель, где чтут их родственников. Вообще город совершенно замечательный, совершенно замечательный в резюме. Навуковые працы Льва Выгодского, яким уже больше по 100 годзе, не страчвают актуальности. И в наших дней распрацованные у свою часть теории смогут допомогать батькам и педагогам в выховании сучасного поколения. Я не могу быть выкористаны в выращении широку найденных проблем 21-го ста годзе, например, в здании сродка массовой информации на развитие детей. Сегодня, в век информационных технологий, в век, когда знание становится набором фактов, а не умением видеть мир, вот эти основания теории Льва Семеновича Выгодского имеют, я вам скажу, не просто актуальное, а первоочередное значение для развития сегодняшнего социума и, в принципе, для процесса социализации любого человека. Программа и форума продуглежена так само наведывание мест, связанных с Львовым Выгодским. Удельники наведуют гумельский державный педагогичный колледж, и, киносит его имя, побывают с экскурсией в гумельском палаце Румянцевых и Паскевичоу. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телередо, компания «Гумель». Ситуация на рынку працы гумельской в области все лета левшая, чем в минулым годе. Подадзенных комитета по праце занятости социальной обороны Аблу и Конкама на 5600 беспрацовных приходится 6935 вакансий. Летость рабочих местов была удвоя менее, чем людей, которые шукают працу. Доля молодых людей у агульной колькости беспрацовных невеликая, каля 8,5%. Але наймальники редко сгаджаются брать специалистов без вопыту. На допомогу гэтэй категоры грамадзян приходит программа «Молодежная практика». Про то и як скорыстаться гэтай макчымастю наш наступный материал. Стаж работы по специальности бадай перше, что цікавить наймальника пасля наявности диплома. Як показывая анализ рынку працы, тяжей знайсти место недавним выпускникам. Сё лето за допомогой у працеулаткованню отповедные службы звернулися больше як 600 человек. Молодому экономисту-менеджеру Анастасии Шкуринской пошанцевала. Працу по специальности она активно шукала усягу некольки месяцев. Бывает, что гэтэй процесс затягивается на годы. Зараз Анастасия проходить молодежную практику на одном из приватных консалтинговых предприемствах Гомеля, якое, до речи, мае статус инкубатора малого предпринимательства. Ну, как правило, у нас полугодовая практика, она краткосрочная. Конечно, зарплату мы не можем платить высокую, но самое главное, что они получают, в первую очередь, полугодовой стаж трудовой деятельности, что им позволяет последствия не бояться, особенно девчатам, и уйти в декретный отпуск, потому что больничная будет оплачиваться. Второй момент, они становятся, на самом деле, экономистами. И это им позволяет через полгода спокойно идти на работу практически любую, независимо с экономическим, естественным направлением. Желательно, конечно, чтобы эта работа была им по душе. Субъекты господарания Гомельской области уже оценили эффект от содействия не працевладкованию молодых специалистов. За додатково створенные опрационные места они отремливают преференции. У державной программе содействия занятости насильництва предугледжены сроки позабюджетного фонда социальной обороны насильництва. И они идут на компенсацию затрат на эмальников для выплаты зарплаты учарашним выпускникам. Дякуючу молодежной практице все лето первое место працы, хоть и часовое, отремали 156 человек. Наш безработный, устроенный по молодежной практике, он может получать зарплату и выше, но нанимателю компенсируются затраты на оплату труда в размере минимальной заработной платы пропорционально за отработанный период и начисление на фонд оплаты труда. Нанимателям предоставляется возможность до истечения сроков молодежной практики трудоустроить молодежь на постоянную работу. А также они могут быть трудоустроены на постоянную работу и после окончания сроков молодежной практики. По статисты, цы кожному другому молодому человеку, часово працеводкованному на полгода в городе, а у сельской мясцовости на год, пропонуют працу на постоянной основе. Типа шансую нашей героиней Анастасии Шкурынской и в другой раз по кульне вядома. Али то, что ее конкурентоздольность знач на узрасте, видовочно. Наталья Игнатенко, Сергей Негеревич, Игорь Марышченко, телерабиокомпания «Гомель». У «Гомель» отбылся открытый турнир по спортивных бальных танцах. У споборництвах приняли удел представники самых разных взрослых в Беларуси, России и Украины. Под обязанностью в нашем наступном материале. Ритмичная самба, румба и чашача, запальная танго, повольный вальс. Открытый турнир по спортивных бальных танцах объедна у «Гомеля» лепших представников 40 танцевальных клубов Беларуси, России и Украины. У спортивном комплексе «Локомотив» на паркете сошлись танцоры наивысшайшего класса. У дельники международных турниров так само ты, кто робит першые кроки в свете спортивного танца. Напруженная братьба перетворила все в свой особливый роскошный баль. Сдавалось, что у дельники не суперничают, а просто отрымливают задовольнение от танца. Майстерство танцевальных пар и соло-удельников члены журы и глядачи смогли оценить в европейской и латиноамериканской программах. В этом свете при гажосте и грации приняли у дел больше 400 спортсменов. Молодшим из них было всего по 4 годы, старейшим – за 35. Объеднували конкурсантов, ширая любовь до танца и отданность своей справе. Благодаря таким торжественным мероприятиям появляется большой интерес, как у детей, родителей, в этом виде искусства и спорта. Это очень сейчас стало популярным. К тому же способствуют этому такие проекты, всеми известные, как танцы со звездами. Поэтому сейчас в нашей республике танцы на подъеме. С поборницей прошли у 35 взрослых и квалификационных группах. У каждой вызначены свои пирамужцы. Строго оценивалась техника и самоподача танцевального номера. А тому до турнира уси пары подрихтовались вельми отказно. Приемно, что сирот пирамужцев и призеров шмат процеданников гомельских танцевальных клубов. Победа далась очень тяжело. Постоянные тренировки. Индивидуальные занятия. Работали, работали. Результаты есть. Танцы – это жизнь, это эмоции, это хорошее настроение, это здоровье. Но это жизнь. Вторая наша семья. Пирамужцы открытого турнира по спортивных бальных танцах отримали гоноровые дипломы и медалей. А глядачы – приемные эмоции и уражение. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, телерадио «Кампания Гомель». До зимового сезона готовые. У Гомеля открылся универсальный каток на проспекте Речицкем и рядовая пляцовка на скрыжевании в улиц Головацкого и Советской. Катки працуют что день с 10 до 22 годин. Наведывальники могут приходиться своими коньками альбо брать их у аренду. Прокат обыдится у 2 рубли. Кошт сеанса у 45 хвилин – 4 рубли. Для детей до 10 годов – 2,5 рубля. Можно набыть и безлимитный абонемент на весь сезон за 336 рублев. С этого сезона достаточно много приятных сюрпризов для любителей массового катания на льду. Как то, допустим, на этом катке в будние дни безлимитное катание с 10 до 14 можно кататься, приобретя всего лишь один билет на катание. В этот же период времени на катке по Речскому шоссе для любителей покататься скидка 50%. Помимо разовых билетов можно приобрести абонемент на 5 катаний, на 10 катаний. Можно приобрести безлимитный абонемент на весь сезон. А также у нас есть безлимитный абонемент семейный. Приобретя один абонемент, семья, независимо от количества детей, один, два, три, может приходить и кататься сколько угодно, хоть ежедневно. На катку можно и сгулять у хакей-командами. Одна година гульни обыйдется у 125 рублев. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.teverhomil.by. И на гэтым выпуск завершенный у студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин